Для того, чтобы сшить такой тапочек, нужно взять основу, подошву, заготовку, тесемочку, капроновую нитку и желание, время и усидчивость. Тепло своих сердец и войлок оделят на всех ножницами и сшивают в тапочке. Сотрудники и волонтеры организации, поддерживающие многодетные семьи, первыми подключились к новому доброму делу. Акции по шитью теплой домашней обуви для бабушек, тружениц тыла Великой Отечественной войны. У нас все общение в чатах происходит. И в районные чаты тоже написала такое сообщение, клич. Ребята, мы готовы снабдить вас всех войлоком, заготовками для пошива вручную тапочек для бабушек. Первыми откликнулись Ребриха. Они сказали нам 20. Через 5 минут Ребриха пишет нам еще 20. В Ребриху в итоге отправятся 75 пар, а всего 300 тапочек разойдутся по всему Алтайскому краю. Из Барнаула в районы везут комплекты сшитой обуви и элементы для ее декорирования. Ленты, тесемки, фетры, другие украшения. Так каждая пара обуви будет неповторимой, а кто-то из волонтеров и сотрудников организации вовсе шьет адресно для знакомых. Действительно для деревенских бабушек. У меня тоже бабушка живет в своем доме. Пожилая, конечно, ей будет, я думаю, очень приятно. Вот на 9 мая я хочу ей вручить. Работа, конечно, тяжелая, а я уже, не знаю, мы столько их уже порезали, руки болят, мозоли. Такую домашнюю обувь для бабушек выбрали не только за тепло, но и за удобство. Материал позволяет легко надевать ее даже с больными коленями, не наклоняясь. А для ношения на улице их можно модернизировать, пришить к ним кожаную подошву. Пока женщины делятся секретами мастерства. К примеру, клеем промазывают низ войлока от скольжения. Я, наверное, уже возрастной человек, мне уже 60 лет будет вот скоро. И охота, чтобы ноги были всегда в тепле. А так как у меня дача, все время холодно, напяливаешь там кучу носок, вышел в огород, зашел опять, надо все носки на даче. На даче зашли в веранду, раз эти тапочки, а были замечательные идеи, вообще прекрасно. Любовь Алексеевна привлекает к добровольчеству всю семью. Для ее домашних это приятное увлечение. Например, дети расписывали сшитые сумки-шоперы, которые отправляются нашим мобилизованным. Тапочки для бабушек – еще одна акция, к которой присоединяются с таким же воодушевлением самые разные люди. Даже школьники, как одиннадцатиклассница Арина. Я считаю, что нужно отвлекаться от учебы, не только заниматься зубрежкой и таким подобным, а еще и помогать добрыми делами. Возможно, будут проводить какие-то мастер-классы для детей. Мы как-то собирались тут, я предлагала свою идею провести мастер-классы по рисованию для детей. Я ходила в художественную школу, поэтому могу научить. На одну пару уходит до двух часов работы, при том, что трудятся не профессионалы. Готовые тапочки будут вручать пожилым женщинам 9 мая в семи районах края, пожелавших присоединиться к акции. Но стать ее участником может каждый. Для этого нужно обратиться в организацию, там выдадут войлок, нитки и украшения. Чем больше неравнодушных, говорят волонтеры, тем большим теплом смогут окружить тружениц тыла. Тех, кто на своих хрупких плечах, работая по 12-16 часов в сутки, приближал великую победу. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком.